Всем привет! Сегодня будем готовить с вами ужин. Очень вкусный. Такое мы еще не готовили. Это точно. И первое, что нам потребуется, я заправлю фарш. 300 грамм фарша. Я добавлю немного перец красный сладкий молотый. Буквально. Немножко так. Пол чайной ложечки добавляем. Добавлю вот такую, как обычно, приправу для котлет. Мне очень нравится она. Вы можете, в принципе, взять любые приправы, которые вы любите, вам нравятся. И вот так, также неполную чайную ложечку. Ну ладно. Чайная ложечка. Приправы. Так. Также я добавлю сюда два зубчика чеснока. Я пропущу через пресс, либо натираем на мелкой терочке. И добавляем соль. Соли я добавлять много не буду. Тоже приблизительно пол чайной ложки. И все это хорошенечко мы вымешиваем. Сейчас мы луковицу я буду резать на кусочки мелкие. И морковь я натру на крупной терке. Свежую капусту будем нарезать соломочкой. Меленько. И у меня здесь 450 грамм. Но у меня здесь есть еще кочерыжка. Ну где-то грамм 50-70 она, конечно, тоже зависит, я думаю. Ну приблизительно нужно тогда добавлять ну я не знаю 400, 380, 350 грамм капусты. Ну приблизительно так. Ну смотрите, смотря как вы любите капусту. Любите капусту, можно добавить чуть больше. Не совсем любите, но можно, конечно же, и убавить, добавить меньше. Сейчас вот в лук, морковку и капусту нашу я добавлю чайную ложечку соли без верха и все хорошенечко пережму руками. Так, после того, как все это пережали, перемешали хорошенько, добавляем фарш и еще раз все хорошенечко перемешиваем. получившуюся нашу массу выкладываем в форму, в которой мы будем все запекать. В нашу запеканку, скажем так, капустную, я приготовила соус. Здесь у меня столовая ложка майонеза, столовая ложка сметаны, столовая ложка кетчупа, либо можно взять томатную пасту и 100 грамм воды. Все это я хорошенечко перемешала и сейчас, перед тем, как я залью сюда в нашу запеканку капустную, я немножко запеканку вот так вот вилочкой понаткалываю. Вот, все так вот пройдусь. Оп! И вот сейчас поливаем нашу запеканку. немножко так вот ее покрутим, поверьте, можно еще раз так вот пройти с вилочкой. И отправляем в разогретую духовку на 180 градусов я всегда разогреваю. Ставим на 50-55 минут. Все это будет видно, когда, ну, что оно уже готово, когда уже образуется такая легкая корочка золотистая. Ну что же, вот такая вот красота у меня получилась. Я немножко присыпала укропчиком и лучком зелененьким. Сейчас попробуем, что получится. Должно получиться очень вкусненько даже. Все получилось очень вкусно. Так что готовьте с удовольствием. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Всем пока-пока и до новых видео!